Представьте себе, что здесь нет условия, что точка В лежит на отрезке. Решим сейчас такую предварительную задачу. АВ разделить на ВСР2, а точка В расположена тремя способами. Давайте, какие три способа? Один способ такой. Вот есть точка А, есть точка С, а В где-то слева. Другой способ. Есть точка А, есть точка С, а В где-то вот здесь. Ребята, эту картинку мы уже как раз нарисовали. И третий способ. Точка А здесь, точка С здесь, а В где-то справа. Надо понять, какая из этих картинок возможна, какая невозможна. И в точности по клеточкам нарисовать. Пожалуйста, скажи. Здесь АВ больше, чем ВС. Два раза, да? И здесь нам нужно два раза. То есть получается, можно здесь 6, а здесь 3. 6 это какое? АС или ВС? АВ. АВ это 6, а ВС это 3, да? Ну, вообще вот равно. Здесь 3, здесь 3, а тогда вместе будет 6. Ну, хотя, может, было проще. Можно было проще сказать, что возьмем мы, что эти отрески будут просто равны. Просто равны. Вот этот отрезок равен этому. И все. Поняли? Значит, я здесь рисую вторую картинку. Картинка очень простая. Здесь отрезок от точки А до точки В делится точкой С в точности пополам. Замечательно. Замечательно. Теперь давайте во втором случае то же самое. Снимаем условие, что точка Д расположен. О, нет, стоп, я же это еще не ждем. А здесь бывает или нет? Нет. Чтобы отрезок КТО был в два раза больше, чем отрезок ПЦ? Нет. Нет, потому что видно, что он меньше. Здесь отрезок КТО просто меньше, чем ПЦ. Поэтому, да, такого не бывает. А здесь бывают. Молодцы. Теперь возвращаемся к этой картинке. Отрезок АВ можно, конечно, поделить на 5 равных частей. А вот давайте посмотрим, что будет, если точка Д лежит во внешней области. Опять три картинки. Опять у нас есть точки А и В, и точка Д лежит слева. Есть уже сделанная картинка, когда точка Д расположена вот так вот при 2. И последняя картинка, когда точка Д расположена где-то там, справа. Опять нужно понять, какая из этих ситуаций возможна, какая нет. Да, пожалуйста. Нижняя возможно. Нижняя возможно. А верхняя почему невозможно? Потому что А здесь, чем В. Потому что АД опять меньше. Правильно? Отлично. Отлично. Значит, здесь опять это невозможно. Так, теперь по клеточкам. Сколько где? Чтобы АД к ДВ, это было 3 в таре. Да, пожалуйста. АВ это 1. АВ это 1. АВ это сколько? 2. А мне нравится. Ребята, давайте я здесь, чтобы не залезать туда далеко, давайте я здесь перенесу. Если здесь 1, здесь 2, то тогда у нас здесь будет АД это 3, АДВ это 2. Все получилось. Идею поняли? Замечательно. Значит, я рисую картинку, отрезок от точки А до точки Д надо разбить на 3 равные части и взять здесь вот точку В. Здесь у нас 1, а здесь вот у нас 2. Отлично. Ребята, теперь я пронумерую эти картинки. Давайте я пронумерую их в следующем области. Вот это будет картинка буква А, вот это будет картинка В, нижняя картинка будет называться, давайте попустим, будет картинка В, а это будет картинка В. Вот эта картинка называется АВ. То есть я беру вот это и вот это, и у меня получилось так. Ребята, наверное, вы уже понимаете, чего я сейчас хочу. Я хочу, чтобы вы, и поверьте, это очень легко сделать, нарисовали картинки, которые соответствуют следующим ситуациям. Ситуации АВ, дальше ситуации ВВ и ситуации, наверное, вы уже догадались, ВВ каждый раз. Здесь роскошная герцетская доска, даже приятно рисовать. Каждый раз, вот вам прямая, пожалуйста, сначала в тетради, только обязательно строго по клеточке. Подберите, чтобы в точности все совпало. Мы сначале АВ, через верхние трики ВВ, вот здесь СВ, и ВВ, раз, два, три, четыре, вот здесь СВ. Вот Д, иначе слышать похоже на О, да, да, отлично, все. Здесь все, где-то все. ВВ это 12. 12. Хорошо. Сейчас будем проверять. Итак, АГ. Что такое АГ? А это точка А, потом две единички. Отлично, А подходит. Теперь Г. Отрезок АВ и потом в два раза. Отрезок АВ две клетки, и потом в два раза. Так, молодец, совпало. АГ у вас правильно нарисовано. Проверяем ВВ. ВВ, здесь С, середина отрезка АВ. С, середина отрезка АВ. Интересно. Здесь у меня пять клеток. Стоп. Я не понимаю. Сейчас, сейчас. ВВВ. ВААС. АСВ. Должно быть порог. Помогу мне, что-то есть. А, считается, что надо будет видеть на одну клетку, да? Думаете, это отрезка? Ну, проверяем. Шесть клеток, шесть клеток. Хорошо, В получилось. Теперь В проверяем. Три к дому. АВ. Три к дому. Значит, здесь у меня четыре клетки. Значит, это должно быть шесть клеток. Раз, два, три, четыре. Ребята, к сожалению, здесь вы ошиблись. Так, теперь проверяем В, Г. В, Г. А, С – это середина отрезка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь Г. В делит в отношении 1 к 2. В делит в отношении 1 к 2. Даже близко ничего не. Ну что ж, у вас, к сожалению, одна решенная задача без трех возможностей. Кто пойдет на решение правильной картинки? Ребята, я говорю, на самом деле все это делается тем самым изменением масштаба, при котором я сегодня уже не снял. Будешь проверять? Точка С – середина отрезка АВ, так и должно быть отличие. Теперь смотрю на картинку В. Здесь должно быть три, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, это как? Опять неправильная картинка. Точка С должна лежать в середине. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Лежи. Отлично. Точка Д должна лежать в отношении 3 к 2. Слушайте, ну неужели вот это вот в полтора раза больше, чем это? Явно. Так, значит, эта картинка у вас не верна. Здесь тоже было неправильно. У вас картинка есть? А, Д, В, С. Так, середина отрезка между А и В. С – это середина отрезка. Где у нас В? В В. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Замечательно. С – это середина. Теперь отрезок АД. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь – раз, два, три, четыре. Ну что, по-моему, наконец-то решили. Господа, смотрите. Надо нарисовать по клеточкам у себя в тетради просто эту картину и проверить. Мне кажется, что это правильно. Давайте подумаем. От вас требовалось, поскольку здесь у нас две клеточки, а здесь всего пять, и нарисовать число в соответствии на два и на пять, то есть десять. У вас правда, что здесь десять тысяч? А мы правы. Ну все, отлично. Нижнюю картинку сделали. Проверяем. У нас точка С должна быть на середине, ничего подобного, к сожалению. У нас точка С должна быть в середине, а у вас она вовсе не в середине. Спасибо. Давайте проверять. У нас как должно быть? В пункте В С середина, здесь КАВ, да середина. В пункте Г, картинка В, А, В и Д, и должно быть один-другой. Нет, у вас не вверх, потому что у вас здесь середина, а должно быть один-другой. Это легко исправить, давайте, сделайте. Что вам еще надо вверх? А? Еще двадцать. Нет, ну что, садись. Можно было обойтись там, 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 гораздо меньше, что-то количество. Давайте проверять. Точка С в середине, да, да, хорошо. Значит, здесь середина. А, В, две клеточки, В, Д, четыре клеточки. Ну что, по-моему, правильно. Вот здесь вот отношение один-другой. Спасибо. Все, наконец-то мы ее сделали.